Всем привет, друзья! С вами Харди и мы продолжаем! Это DOS, Down of Zombie Survival. И куда мы с тобой отправляемся? Мы отправляемся прокачивать скиллы. Начальная школа учится легко всеми, даже новичками. А вот дальше уже интересно, да, собственно, бой, выживание и добыча. Тут уже куча-куча-куча заданий. Мне лично больше интересен всего бой, конечно же. В общем, смотри, эксперт ножей это самая дичь. Почему? А потому что огнестрел качать нельзя, пока ты не прокачаешь эксперт ножей. Ну вот идем, к примеру, вот сюда, да, и понеслась. Снайпер-профессионал, снайпер-любитель, акашечка, мастер-автоматов, эксперт-пистолетов. Так, это понятно, мастер-пистолетов. Вот сюда сразу идем. Лучник-мастер. То есть без вариантов, да? Ближний бой, да, ближний бой совсем другая тема. А вот огнестрел, чтобы прокачать, повысить урон, это конкретно. Вот он, лучник-любитель. Эксперт ножей. Вот так вот, друзья. И получается, эксперт ножей это самая-самая дичь, в которую мы, значит, воткнулись. Убить лосей или волков ножом или тесаком. Как нифиг делать. Я тебе также рекомендую объединить задания и делать за раз прям вот много-много-много, да? Идем вот сюда, события. С чем можно объединить лосей и волков? Да вот с этим вот. Вот. Тайна зачистки. Мастер-ассасин. Шикарно, да? Вот с каким скиллом можно объединить, с каким заданием. То есть тайная зачистка, эксперт ножей делать параллельно. И делать это, соответственно, надо в легкой локации, чтобы делать ваншот килл со спины. Ну и там же сделаешь новые просеки. Тратим энергию, просто добывая дерево. Так что как по обновлению? Я не знаю, как ты. Ну, я жду, конечно, обновления. Скоро оно уже будет. Скоро оно подъедет. Как быстро? Как скоро? Фиг знает. А, забыл, конечно же. Еще одно задание. Мы тоже сейчас будем с тобой одновременно делать. Фирменное блюдо. Приготовить мясо с грибами. Мясо это животные, а грибы, опять же, любая лесная локация. Ну и пока мы едем, давай посмотрим, что по новостям. Новостей особо много нету. Мы только отпраздновали, да? Друзья, всех поздравляю, кто победил в последнем розыгрыше. Будут ли еще? Конечно, будут. Будут ли еще стримы и розыгрыши? Конечно, будут. Но я тебе сразу кину лайфхак. Не лайфхак, а такую топ информацию. Стримы будут, но победителей уже будет не 12. Их будет меньше. Но награда будет существенно круче. Как вы думаете, куда вам предстоит отправиться? Делитесь своими теориями. Да, это самая интригующая штука в данный момент. Очень интересно. Очень интересно, что это будет какая-то новая аномальная зона. А вот то, что стоит такой бродяжник, да, покоцанный, это забавно. Я надеюсь, что это будет какой-то новый супер-пупер-босс. И это еще не вся инфа. Мечтают ли безумные ученые об электрособаках? Значит ли это, что скоро нам добавят питомца? Не знаю. Но у нас есть чап, да, благодаря которому ты можешь попасть к объектам Титан. И он просто такой же, только без вот сиреневой штучки. Опять же, сиреневая какая-то ерунда, да? У нас сиреневый цвет фигурирует вот в этой вот заманухе, где этот челик на заставочке. Вот это челик! Посмотри, какая грязь! Новая локация. Во время работы над новой локацией, прямо с рабочего места, исчез один из наших художников. На его компьютере остался открытым концепт, который мы из соображения безопасности не публикуем целиком. Говорят, теперь по ночам из его выключенного монитора раздается стук. Грязь, да? Вообще грязь! Слушай, ну прикольно, молодцы, интригуют, конечно. Вот и все из новостей. Где я выполнять буду эти тонну заданий, да? Тихая роща подходит идеально. Реально, тихая роща подходит идеально. Ты можешь, конечно, пойти в оранжевую локацию, но там уже по стелсу килл, да, будет не очень легко выполнить. Здесь очень слабые враги. Здесь есть грибочки. Здесь есть древесина. Короче, здесь все есть. Вот, посмотри. Ну что, 420, да, у парня. Мог я его сейчас по стелсу убить? Мог. Я просто сейчас что-то затупил. 18 из 60. Блин, они, кстати, вот здесь, да, можно их все смотреть, эти задания. Так даже удобнее. Ну вот он. Убить противников из режима скрытности. И вот они тут все такие. Они тут все такие маленькие и слабенькие. Для твоего левела, если ты новичок, соответственно, у них тоже будет небольшой уровень хп. В общем, мастер-ассасин. Вообще исчерпывающая информация. Круче фиг, где выполнишь, бро. Обычная локация, зелененькая. Самая простая. В этом суть. Посмотрим, посмотрим, смогу ли я сейчас ваншот килл сделать этим пацанам. Как нифиг делать, да? Жалко только что заагрятся. Ай, блинчики, вообще обидненько, да? А ну-ка. Давай просто попробуем разагреть, да? Потому что если они сейчас разагрятся, это прям вообще будет чит. Еще плюс 4 стелса. Фантастика, друзья! Они разагрелись. То есть в этом подвале еще плюс 4 стелса. Ты можешь себе представить? Ну ладно, 3 стелса. Один раз выходишь, да? И будет тебе плюс 3 стелса. Мне кажется, это очень круто. Мастер-ассасин получается из всех таких заданий мастеровых, да? Но пока что одно из самых легких. Теперь просто едем домой. Все это безобразие выкладываем. Вот эти доски, да, лишними тоже не будут. И нам их дофигать надо. Грибочки, кожа, мясо. Ну ты видишь. Где новичку брать хилл? Мне кажется, это исчерпывающая информация, да? Вот сейчас вот где мы с тобой были. Где мы с тобой сейчас были? Вот где новичку брать хилл. Промытая повязка. Самодельная повязка крафтится из вот этой ерунды. Крафтится элементарно, друзья. В данный момент вообще, я не знаю, настолько изи можно фармить. Тебе нужен только скилл. То есть, как только ты заучишь вот этот скилл в добытчике. Вот он, сборщик ветоши. Все, проблем с хиллом у тебя не будет, реально. Ну и чем больше ты заучиваешь его, тем фантастичнее все будет. У меня даже скиллов не хватает чуть-чуть, представляешь? Это еще не предельная сборка ветоши. Я вообще в шоке. Я уже собираю просто тьма тьмущая этой ветоши. И это еще не предел. Целый килограмм заданий. Сейчас пока у нас нет обновления, да? Есть время вот прям красиво бомбануть. Ну, ты понял. Вот я и взялся, да? Надо бомбить прям скиллы. Скиллы добавляют и делают твоего персонажа вообще каким-то нереальным бэтменом. Оп! А вот это уже хорошо. Начинающий врач. Оп! И нам нужны скиллы. И нам нужны скиллы. Это хорошо. То есть, титаны. Когда ты упираешься и тебе уже не хватает очечи, да? Чтобы заучивать скиллы. Тебе надо бомбить титанов. Я вот еще чуть-чуть вот здесь вот, да? Бомбанул. И все. И надо титанов нагибать. Если не хочешь пропустить эти ролики, бро, просто подписывайся на канал. Конечно, титанов я уже бомбил, да? Но это будут совсем другие титаны. Так сказать, обновленные. Блинчики, мне мыло надо сделать. От меня воняет. А если от тебя воняет, то все, короче, да, вилы? Ты по стелсу не сможешь убивать. Ну, представляешь, ползешь ты такой, да? Мужчина со шлейфом. И подползаешь к негодяю. Негодяй чувствует, пахнет говнищем. Что? Получится у тебя стелс? Нет, конечно. Мыло делается несложно. Зола и жир, который мы сейчас с тобой бомбили просто стак. Опачки. И кусочек мыла готов. Пускай бомбит еще больше мыла, потому что, ну, потому что душ это, конечно, хорошо. Но совсем другое дело, когда ты можешь принять ванночку. Ванночку, представляешь? Ой, вообще, милое дело. Искупаться. Ну, так, слегка искупаться в трусишках. Ну, я не знаю, как бы, ну, нормально это? Ну, как бы, ну, ладно. Кого боится? Здесь, кроме нас, больше никого нет. Не помню, говорил, не говорил тебе такую фишку? Если ты фигачишь вот из этих кустов, можешь хоть в лицо бомбить. Хоть в лицо. Это будет, как бы, считаться, что ты в режиме стелса, соответственно. То есть, выскакиваешь прям в лицо. По фигу. Если из кустов. Так, нам остается вообще буквально вот парочку чуваков. И мастер ассасин придет на территории. Еще один. Я думаю, я далеко не первый мастер ассасин буду. Ну, ничего страшного. Главное, что мы вообще им стали. Так, режим скрытности. Еще 11 бомжей. Не дофига. Блин. Ах ты, друг. Меня вот этот бомж обнаружил. Вообще, такие негодяи, да? Ну, не хотят, чтобы я мастером-фломастером становился. Вот бомжи. Ну, ладно. Ты будешь 50-й. И в подвале у нас еще минимум 3 штуки, да? Можно всех 4-х поставился. Но это надо 2 раза туда-сюда подниматься. Ну, короче, я вообще лестницы не люблю. Мне реально вот это вот лень будет туда-сюда бегать. Вообще, без этого... Вообще, ни одного раза не побегу по этой гребаной лестнице. Ну, и тем не менее, да? Двух пацанов спокойно ты в режиме стелса здесь бомбишь. Если не выходишь в логаут. Что, серьезно, что ли? Как мне вот эти вот спиртовые салфетки не хватало? Я могу тебе сразу сказать, что самые нормальные это Джонсонс Бэйби. Вот. Я не знаю, какие это. Ну, еще нормальные тоже пойдет пчелка, да? Такая пчелка нарисована желтенькая. В пятерочке есть. Вот. Но Джонсонс Бэйби лучше. Ниндзя почти готов. Почти я достиг совершенства. Блиночки. Чуть-чуть не дотягиваю. О, дотянулся. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, как-то стремно дотянулся, да? Краюшечкой задел, поэтому не засчитали. Вот. Красиво. Вот это вообще идеальная сборка, да? Во-первых, мы убиваем ножом волка лося. Во-вторых, еще и скрытность выполняем. Фантастика. Тут же подходим и бомбим вот так вот. Так, ладно, понял. Не бомбим. Смотри, 56. Ай-яй-яй. А что такое? А что такое? А что такое? А что... А слушай. Грязь какая. Горелые не считаются. А я вот сколько бегаю-бегаю и, представляешь, не догоняю. Какого фига, блин, стелс-то не добавили. Горелые они вообще. Они горелые, да? Что еще сказать-то про них? Вот, 57, да? И сейчас вот тот парень сюда подойдет. Я ему прямо в лицо. Бам! 58. Фантастика, да? То есть, главное в кусты. Главное залезть в кусты и будет тебе счастье. Сразу давай сделаем красивый топор. Самый дешевый, чтобы как можно больше тратить энергии. То есть, я к чему? За раз не выполнишь ты это задание. Да и пофигу. Делай за несколько раз. Так, чтобы не напрягало. Конечно, ты, наверное, уже все выполнил, да? Ну, если вдруг еще нет, не торопись, бро. Ой, хорошо вообще. Не торопись. Я прямо чувствую, слушай. Я прямо чувствую, как вот эти ассасины меня вот прямо ждут. Сейчас как примут, да? Сейчас как примут. 59. И что я понял за годы тренировок и обучения мастера ассасина? Все понял. А что ты, блинчики? А что ты такой интересный? Ты почему не это? Ну, я как бы все понял, но не совсем. Ну, и вот этого пацана я чуть-чуть не могу со стелсика бомбануть. Есть у меня шикарная пушка. Но, но, но. Чуть-чуть не хватает. Смотри. Эй, блин, да? Беда, беда. Ну, то есть, и был бы стелс защитом. А так нет. Это не стелс. Ну, то есть, он дошел, да? Со временем до кондиции. Это не то. О, вот он, мужчина. Мужчина, вы у меня последний. Убить противников из режима скрытности. Бэм, блиночки. Задание выполнено. Я не верю, что я его выполнил. Давай оценим масштаб трагедии. Мы защитимся, если на нас нападут. Так, это у нас выживание. Стелсик, стелсик, стелсик. А у меня чечи нету. Какой я молодец. Обрадовался. Мастер ассасин. Ну, и как бы все, да? Ну, а всяких там этих олени и лосей мне осталось совсем чуть-чуть. Плюс, теперь мне не нужен стелс. Я просто ртом вперед вот так буду бегать. Вот так, ртом вперед, да? И очень быстро буду искать этих лосей и всякую ерунду. Ну, вот он, лосик. Ну, ты какой ты, блинчики, рогатый. Слушай, рогатый. Я вообще не понимаю, сколько я вас уже извел? Это вообще законно? Сколько я волков извел и лосей, да меня бы уже, это, гринпис на этом, ну, короче, наказали, да? Фу ты, блин. Лось! Лось, 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 лось! Давай, мутина, давай, я тебя обгоню. Я знаю, я быстрее. Если тебе уже по факту ассасин не нужен, мастер, да? Ну, тогда вообще изишно. Тогда изишно не ищи другой локации. Опять же, охота с ножом, да? Охота с ножом изи выполняется вот в этой тихой роще. Как быстро? Давай посмотрим, сколько здесь находится конкретно лосей и волков. Пять штук. То есть тебе надо зачистить ее 12 раз, если ты не будешь ждать. Но посмотри сейчас внимательно по времени. Как быстро это все произойдет. Ну, вот отчет пошел, да? Они тусуются в конкретных определенных местах. Вот он, лосик. Лосик раз. Нам надо убить 3 лося. Если не поднимать лут, то это вообще жесть. И 2 волка. Если, конечно, ты будешь тут дальше тусоваться, на тебя спустя время придут еще волки и все такое, да? Можешь даже парики собирать. Вот он, волк. Вот он, еще один лосик. И я пропустил еще одного волка. Блин, мужчина. Не, не, не. Его так фигово. Его так фигово догонять можно? Я пропустил одного волка. Ну, как бы игнорировать лут с них, да, не стоит. Потому что рога тебе нужны, жир нужен. Так. Здесь я взял волка, да? Вот он. Я пропустил по этой линии. Ну и все. И остается еще один лосик. Хочешь по стелсу? Можешь по стелсу, можешь не по стелсу, по краю карты. Лосик тусуется вот здесь. Вот он. Всегда на одних и тех же позициях, бро. Всегда на одних и тех же. Все. Пять. Вот ты посмотрел время? Сколько у меня ушло? Минута. Минута времени. Минута. Ты просто вдумайся. Тебе надо 12 раз бомбануть. Ну, плюс-минус 12 минут. Короче, 15 минут и задание будет выполнено. Я думаю, быстрее фиг где выполнишь. Ну, давай вот еще раз. Давай еще раз. Они мне уже не нужны. Нафиг. Да? Ну, мы сейчас с тобой красиво. Еще раз бомбанем чисто для статистики. Есть, блин. Ну, наконец-то, гребаный эксперт ножей. Сейчас я во что-нибудь опять упрусь. Нет, ты смотри, что изучили. И что, что, что вот клево-то. Ну, где задание? Где задание? Где задание? Так, пока все хорошо идет, друзья. Пока все хорошо идет. Сейчас где-нибудь меня подколят. Убить лесовиков из лука или арбалета на опушке леса. Это фантастика. Драка в лесу тоже на опушке леса. Понял, да? Лесовики, лесовики. Опушка леса. Шикарная локация. Ты там изоленту поднимешь. Вот. И как бы, да. И потом, что нам с тобой открывается-то? Вот это заучим. И вот это заучим. И идем красиво уже к огнестрелу. Вот это, я уже понимаю, увеличение будет скиллов. Так. Доступно очки. Но чего там еще доступно? Чего обманываешь? Я что-то еще могу заучить, что ли? Ничего я не могу заучить. Чего обманываешь? На-на-на-на-на-на-на. У меня прям руки чешутся. Понимаешь? Как хочется еще повкачивать боевочку. Бежим. А теперь четенько засекаем, бро. Если лут не поднимать, уйдет около 30 секунд. Соответственно, когда тебе попадется это задание, ты не будешь его бояться. Ты его не будешь бояться, а ты его будешь спокойно бомбить. В общем, смотри. Линия правая, да? Ну, если ты отсюда... Какая разница, откуда ты начинаешь, да? Вот он. Первый. Погнали дальше. Волк. Второй. Погнали дальше. Я не буду засекать, но это очень быстро. Вот волк. Третий. Здесь сейчас будет лось. Они всегда стандартные. Это фантастика. Когда первый раз мне это дали задание, я испугался вообще просто до чертиков. И не мог месяц, понимаешь же, взять. Думал, блин, это так долго. Ну никак, ну никак. Пятый. Сколько секунд прошло? Сколько секунд прошло? Двадцать? Тридцать? Пять. Пять штук. Тебе надо шестьдесят. Это двенадцать раз зафигачить эту локацию. То есть ты за десять минут бомбанешь этот скилл. Не бойся его. Не бойся. И он, и он, соответственно, дает тебе дальнейшую жизнь. Но оранжевый лес, скоро я покажу, а может быть и без тебя бомбану. Оранжевый лес это не сложно. Что такое малая дробящая? Малая дробящая это монтировка. Малая дробящая это труба. Так, вот-вот. Вот она. Малая дробящая. Раз малая дробящая. Два малая дробящая. То есть уже смотришь под свой левел. Три малая дробящая. Ну и как бы достаточно, да? Разводной ключ это самый-самый топ из малого дробящего. Есть также еще очень крутые пушки. Малая дробящая. Когда ты бомбишь осажденный дом, тебе там дают ящики, да? У Левковича ты меняешь. Вон, звезда сияния. Видишь? Вот это малая дробящая. Вот это большой окрушитель ереси. У меня есть эти пушки. Я ими и буду бомбить. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, присоединяйся к каналу, подписывайся. Видос выходит каждый день. Оцени, конечно же, ролик луксом. Ну и ждем. Ждем новых обнов. Это должно быть эпически. Пока-пока.